Всем привет! Вы на канале Счастливый Дом Испания. И с вами, как всегда, я Дмитрий. В последнее время я получаю большое количество вопросов на тему жизни на севере Испании. И это неудивительно, так как все мои последние выпуски были посвящены этому региону. Также многих интересует, почему мы находимся в этом регионе Испании. Все дело в том, что мы никогда не жили на один дом. Мы всегда жили на два дома. И, как правило, эти дома находились в разных городах, а то и странах. Иногда расстояние между городами было небольшим, а иногда просто огромным. Вот и сейчас мы просто нашли для себя еще одно прекрасное место в Испании, которое нам очень нравится. И, безусловно, вторым решающим фактором была работа. Все дело в том, что определенная часть наших клиентов интересуется покупкой недвижимости на севере Испании, а также получением образования в университетах этого региона. Именно поэтому мы решили расширить сферу нашей деятельности. И теперь я могу вам рассказывать не только о жизни на юге Испании, а также и о жизни на севере этой удивительной страны. Хотелось бы затронуть еще один очень важный вопрос. Меня очень часто спрашивают про систему налогообложения в Испании. Безусловно, это очень большой и обширный вопрос. Но, как правило, людей интересует, сколько они должны платить, если они владеют объектом недвижимости в Испании. Здесь, в Испании, все очень просто и понятно. Первое. Если вы владеете объектом недвижимости на территории Испании, будь то дом, квартира, парковочное место, кладовка и так далее, то вы ежегодно должны уплачивать налог под названием Иби. Данный налог является муниципальным. Именно поэтому сумма этого налога и сроки уплаты этого налога очень сильно зависят от того, где территориально расположен ваш объект недвижимости, будь то город Бенедор, Мавьеда, Мадрид или Барселона. Также, безусловно, влияют общие характеристики вашего объекта недвижимости. Я имею в виду, в каком районе города расположен ваш объект недвижимости, в центре, либо в удаленном районе, год постройки, дополнительная инфраструктура, я имею в виду такие вещи, как бассейн, территория вокруг дома. Все это влияет на сумму кадастровой стоимости вашего объекта недвижимости и, в конечном счете, на сумму данного налога. Второе. Также существует еще один обязательный платеж, который подразумевает оплату за вывоз твердых бытовых отходов. В народе называется просто налог на мусор. Данный вид платежа, опять же, очень сильно зависит от того, где территориально расположен ваш объект недвижимости. Сегодня я хочу вам показать реальный пример налога на недвижимость, на квартиру, которая расположена в городе Вилла Хайоса, Испания. Стоимость данной квартиры на рынке недвижимости составляет около 100 тысяч евро. Квартира имеет одну спальню, площадь квартиры составляет 72 квадратных метра. Данная квартира находится в жилом комплексе, закрытой территории и собственным бассейном. Хозяева этой квартиры имеют также в этом жилом комплексе одно парковочное место для автомобиля и небольшую кладовку. Так вот, в 2017 году сумма налога Иби за такой объект недвижимости составляет 437 евро, где 387 евро – налог на саму квартиру, 39 евро – сумма налога за парковочное место для автомобиля и 10 евро – сумма налога за небольшую кладовку. В данном случае не стоит забывать и об обязательном платеже за вывоз твердых бытовых отходов. В 2017 году за эту квартиру этот платеж составил 43 евро. Итого, общая сумма обязательных платежей за владение этим объектом недвижимости составляет 480 евро в год. Хотелось бы добавить следующее. Обычно в Испании все пользуются двумя основными способами для оплаты налогов. Первый способ – это когда к вам приходит квитанция, и вы самостоятельно, я надеюсь, срок, производите оплату необходимого налога. Второй способ – вы предоставляете государству всю информацию о своем расчетном счете в банке, и государство автоматически списывает необходимую сумму налога с вашего расчетного счета. Хотелось бы сказать, что в Испании существует такая практика, что в некоторых муниципалитетах, если вы предоставляете информацию о номере своего банковского счета, и государство может самостоятельно списать сумму налога с вашего расчетного счета, вам предоставляется небольшая скидка. Иногда эта скидка может доходить до 10%. Так что как оплачивать налоги в Испании – решать только вам. Для того, чтобы оценить финансовую нагрузку, которую вы будете нести ежегодно, владея объектом недвижимости в Испании, вы всегда можете заранее перед покупкой выяснить суммы ежегодных налоговых платежей. Думаю, что эта реальная информация по реальному объекту недвижимости может быть кому-то полезной. Север Испании, юг Испании – каждый выбирает то, что нравится только ему. А я со своей стороны хотел бы всех вас поблагодарить, что вы сегодня были со мной и смотрели этот выпуск. Если вам понравилось, то поставьте лайк. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях под этим видео. Я обязательно на них отвечу. Еще раз огромное всем вам спасибо, здоровья, счастья и удачи. А с вами, как всегда, был Дмитрий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok